Ну что, мы очистили проход от паутинки и готовы отправить нашего друга, так как мы слишком велики, в проход в комнату Флинта. 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 И Фасовский, а не пойти ли тебе по известному адресу? Никого мы не видели, мы просто эти самые трудолюбивые граждане. Мы знаем свои права, налоги, платим и все такое. Что вообще может сделать Ищейка вроде тебя? Ты даже не полицейский. Это ты верно подметил, я не полицейский. Это значит, что я запросто могу как следует дать вам по зубам, прежде чем упеку вас. И всем будет плевать. Я просто скажу, что уже нашел вас в таком виде, что рифовый король добрался до вас раньше. Может быть пора уже оставить дух примерных граждан, вроде нас в покое. Найди себе кого-нибудь для этих домогательств. Я слышал, безумный старый баллан в последнее время ловит чайка в порту. Может он тебе поможет? Я давно его не видел, говоришь, он что-то знает. Попробовать стоит, разве нет? Вряд ли ты что-то добьешься от нас. Но и добыть информацию у него может оказаться трудной задачкой. Не беспокойся, мы с ним через многое прошли, со мной он заговорит. Почему вы сбежали из города? А кто сказал, что мы сбежали? Мы с Джон Джоном просто решили провести несколько приятных деньков за городом. Думаем пойти порыбачить, просто погулять, да и вот всякое такое. Джимми, это же прекрасные новости, мне тут так нравится, тут так спокойно. Само собой, ваш побег никак не был связан с деятельностью красного человека. Какого красного человека? И вообще, индийцев теперь правильно называть коренными американцами. Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю, так что перестань прикидываться идиотом. Да не ты здоровяк, я знаю, что ты не прикидываешься. В чем помочь? О чем мы вообще говорим? Забей. Я просто не понимаю, почему вы защищаете того, из-за кого он посреди ночи пришел сбежать. Погоди-ка, я щейка, мы никого не защищаем, просто этот парень, это не какой-то обычный улух. Память, я вижу, немного прояснилась. Мы тоже, как и все остальные, хотим, чтобы ситуация наладилась, потому что, когда жители покидают город, это плохо для бизнеса. Само собой, так что вам о нем известно? Немного, да и слышали мы в основном только сплетни, он устраивает в городе поджоги и всякое такое. Хочет, чтобы все вокруг сгорело, никто этого парня не остановит, и щейка, даже ты. Считает, что время города прошло, он не остановится, пока все вокруг не обратится в пыль. А мы будем погребены под песками времени. Чего? Джон, Джон, что ты несешь? Не слушайте его, у него была трудная ночь. Ну что, польза от вас, как обычно. Мне пора, и когда я вернусь, надеюсь, ради вашего же блага, тут все будет на месте. Ты хочешь сказать все, кроме парня? Ты хотел пошутить, или у тебя возникло желание признаться? Первый вариант. Ага, увидимся, щейка. Да уж, не сомневайся, и еще. Вы чисто случайно где-нибудь в доме не находили ключ? А, да, да, находили, он совершенно точно просто лежал на полу. Я так и думал, не хотите отдать его мне? Я сохраню его для вас, ребята. Само собой, вот. Не надо рассказывать, что мы тебе никогда не помогали. Мы теперь, типа, напарники. А как же. Да, вот такая вот. Такой вот разговор. Может быть, еще поболтаем? Есть зацепки в поисках пропавшего парня. Это секретная информация, больше ничего не вспомнив. Пожалуй, ничего полезного. Помню свою первую работу. После школы я помогал местной библиотеке. Книжным червем я не был, но мне очень нравилось сидеть в книжном хранилище и вдыхать этот воздух. До сих пор помню этот книжный запах. Я мог сидеть там на перилах до конца смены и смотреть на посетителей. Ученых, академиков. Наверное, они напоминали мне о том, кем бы я мог стать когда-нибудь. А потом библиотека закрывалась, и сторож выгонял меня обратно на свалку. Помню, в Тюриллс я как-то в старших классах в Беверли-Криссе. Каждый день шел за ней домой из школы, а однажды она меня заметила, вызывала полицию. Теперь я официально что-то зарегистрированный. Не знаю что. Так, преступники. Так интересно, у меня был немножко другой диалог. Почему у него не сложилось с библиотекой, собственно, он не стал академиком. Ну ладно, я попробую это вклеить. Не люблю я склеивать, потому что у меня везде как-то по-разному получается. Поэтому как-то чужеродно смотрится. Ну ладно, надеюсь, вы меня простите, и я себя тоже. Ключ мы получили. Отлично. Эти два клоуна там, но пользы от них, как обычно, немного. Ты спрашивал их про Флинта? Да, они ничего не знают. Думаю, они просто от кого-то прячутся. От красного человека, скорее всего, да. Но кто их знает? То есть Флинта там нет? Нет. Что нам делать, Тед? Мы должны найти его. Ну, стой, здесь мы его не найдем. Нужно осмотреть другие комнаты. Может быть, он где-нибудь прячется. Братцы кралеки дали мне этот ключ от комнат своих родителей, который, хм, совершенно точно просто лежал на полу. Приступаем. Какая свежая идея? Когда-нибудь из тебя получится, отличный сыщик. Спасибо, медведь. Из тебя тоже. Открыто. Надеюсь, у меня не будет проблем. А за окном все тот же дождь. Такое впечатление, что это растение должно расти в пруду, хотя я могу ошибаться. Из ваза торчит странное растение. Губная помада. Мне запрещают брать губную помаду, пока я немного не подрасту. Не очень-то и хотелось, она все равно несъедобная. Мне нравится носить дома туфли на каблуке. В них я кажусь выше, хотя они очень неудобные. У моих родителей такая большая и удобная кровать, и я в своей словно на камнях сплюла. Ну, то есть не совсем, конечно, она теплая и мягкая, но это лучшее. Кстати, да, в Америке как-то принято ребенка мотивировать, что если он хочет что-то лучшее. Хотя игра-то не американская, ну ладно. В общем, если хотят мотивировать ребенка на что-то лучшее, чтобы он скорее сам на это зарабатывал. Здесь страшный дядька, рембрандтовский портрет, судя по всему. Портрет какого-то дядьки, назовем его Джеффри. Что думаешь, Тед? Ну, ничего, но он действительно похож на Джеффри. Джеффри страхолюд. Если бы у него были глаза, он бы взглядом следовал за нами. Так у него глаза вроде бы есть. У портретов, да, есть такое свойство, где бы ты ни находился, они на тебя смотрят. И что тут? Кажется, они все как-то связаны, типа там рассказывается какая-то история. Но обычно вешают просто времена года, например. Пейзажки какие-нибудь. Так, какая-то история. Но не видно, какая история. А жаль, было бы интересно. Тяжелая пыльная штора. Эта штука такая пыльная, она похожа на ту штуку. А, да ладно. Эта лампа очень красивая, тонкая, изящная, с кружевами наверху. Просто топ-модель среди ламп. Это один из фотоаппаратов моего отца. Видимо, его случайно уронили. Не ты ли его уронила, девочка моя? Возьму-ка я эту пленку, может быть, получится ее проявить. Ну, а куда можно еще поставить на ночь туфли, кроме как под кровать? Ох уж эти мужчины. Я-то думала, что это тапочки, тогда правильно их под кровать. Ну, собственно, когда человек устает, а почему бы и не поставить около кровати? Брюки. Аккуратно сложены пополам и положены на кровать. Смотрите, носков разбросанных нету. Все застелено. Не знаю, к чему она придирается. Это пластиковый чехол для одежды, который зачем-то кому-то нужен. Это шкаф моих родителей, и в нем постоянно мы в нем прячемся, когда играем в прятки. Шифонер. Такое вот странное название для шкафа. Так. Ну что, можем перемещаться? Угу. Ну, я сразу начну с сейфа. Это сейф с комбинацией. Давайте попробуем угадать. Наверняка это не так сложно. 1, 2, 3, 4, 5. Может быть, 0, 0, 0, 0, 0, или 7, 4, и 1, 0. Ммм, ох. Ты что, издеваешься? Ладно, ты прав, я сдаюсь. Но мы-то знаем. Что код 107. Мы его видели на статуе упавшей. Ну вот и все. Номер на статуе, это шифр от сейфа, а не какой-то полицейский код, чего-то там. Мистер, я не соблюдаю правила. Эй, это же жидкость для проявки фотографий. Пригодятся. Так, мы взяли, да, все? Угу. Итак, тут есть научные бутылки. Используется для измерения. Ммм, жидкостей. Если бы у меня была острая бамбуковая палочка, немного подслащенной воды, внутрь можно было бы заманить несколько светлячков. Получилось бы ламп. А ты в курсе, что твой дом подключен к электричеству? Книга под названием «Проявка для чайников». Надо полагать, те, кто увлекается фотографией, чайники. А эта книга «Хорошее вложение». Угу, книга для чайников. Наверняка там только скучные пейзажи, папа только их и снимает. Мусор. Здесь не на что смотреть. Проходим, Эмбер? Да, сэр. Канистры. Просто несколько канистр, наполненных какими-то непонятными жидкостями. Лампы. Красные, наверное. Похоже, не такая уж эта комната и темная. Но как же, значит, фотки черно-белые. Так, пустые канистры, в которые можно налить что-нибудь воду или огонь. Как ты собираешься наливать в канистру огонь? Здоровенные бутыли. Просто несколько бутылок, где, если совсем быть точной, в них нет ничего интересного. Моя мама в таком же моет Теда. Что? Это неправда. У меня в офисе есть душ. Душ есть в самом деле. Ну, это такой для проявки тазик. Лоток, точнее, наверное. Сбоку не нанесена шкала. Не то, чтобы я сильно разбираюсь, мне же всего 10 лет. Здесь фотоувеличитель, инструменты для проявки. Я когда первый раз вошла, я говорила о том, что как же плохо я помню весь процесс. Уже я помню, что надо было... Во-первых, если пленка была в специальном контейнере, ее надо было не засветить. Положить в фотоаппарат, потом отснять, потом достать из фотоаппарата в темном мешке или в темном месте, куда не проникает свет. Переместить в специальный бачок, там ее прополоскать. И уже потом, в общем, начать сушить, точнее, потом использовать фотоувеличитель, промывать фотографии во всяких там проявителях, закрепителях, а между ними водой. В общем, я что-то так прям всерьез задумалась и в итоге не могла сообразить, что же мне делать. А оказалось все очень просто. Здесь есть непроявленная фотография. Хотя, правильно, наверное, сказать, не то, что не проявленная, это просто лист. Потому что, если она была бы уже как-то обработана, все, наверное, по второму кругу, я не знаю. Вроде как можно иногда какие-то снимки делать по второму кругу, отпечатки, но все равно. Это не тот случай. Так, пленочку, фотоувеличитель. Жмем на фотоувеличитель. Прекрасно. Там кончилось и все. По-моему, ничего не изменилось. Да ты прям детектив. Очевидно, что-то произошло. Нужно погрузить этот листок в проявитель и закрепитель, чтобы получилось изображение. Ой, вообще, черно-белые фотографии, это замечательная вещь. Ну ладно тебе, что, неправильно? А, надо налить. Во-первых, не темно, в отличие от цветной фотографии. Во-вторых, это всегда красивее. Намного красивее, чем цветная фотография. Вот, теперь сюда просто нужно погрузить непроявленную фотографию. О, боже, Тед, это он. Красный человек, он в доме. Ладно, успокойся, это мог быть кто угодно. Нет, это он, он в моем доме. И что ты сделал с Флинтом? Нужно найти маму и папу. Ну, подожди, не спеши, наверняка всему есть объяснение. Не нужно втягивать родителей к куколке, им сейчас и так непросто. Это может быть просто чьей-то шуткой, нужно вернуться к Милле. Да, точно. Но сначала нужно подождать, когда откроется дверь. Ее блокирует специальный механизм, подключенный вон к той машине. Она откроется через сколько-то минут. Папа сделал так специально, чтобы никто не мог зайти в затемненную комнату, когда он работает над фотографией. Ладно, подождем. Ну, и как поживаешь в последнее время? А вот и он. И они говорили, мы за тебя подежурим. Дай нам свои батарейки. Я вначале тоже что-то не поняла. И думала, что я могу как-то воздействовать на этого товарища. Оказывается, я играю за него. О, более того, я уже немножко расстроилась, потому что, ну, как-то мне показалось, что игра пошла по предсказуемому пути. Если все окажется так, как я думаю, это будет немного печально. Ну, ладно. Мы такие эдакие молчуны. Так. Комната родителей. Кабинет. И мы никуда войти не можем. Лестница. Нет. Странные украшения. В общем, мы просто сматриваемся, осматриваемся. И вопрос. Сейчас посмотрим, какие у нас есть варианты. Неужели я могу войти в комнату Флинта? Нет. Ванны. Тоже нет. А вот здесь сейчас предстоит сложный выбор. Войдя в эту комнату, у нас уже нет выхода. И мы можем напугать Миле, напасть на нее, либо выйти. И, конечно, я не могу просто неэтично, поэтому я выйду. Нужно вернуться к Миле. Да мы поняли. Бегом к Миле, бегом, ребята. Включаем там самую большую скорость. Миле, ты как? Мы слышали крик. О, слава богу, вы вернулись. Если это был он, красный человек, вы едва его не застали. Мы нашли одну фотографию, он в доме, Миле. Он только что был здесь. Он, наверное, услышал, как вы идете по коридору, потому что буквально за несколько секунд до вас он выпрыгнул в окно. Даже не знаю, что бы произошло, если бы вы не пришли. Все в порядке, Миле, мы здесь. Тебе ничего не угрожает. Нам нужно идти. В город можно войти каким-то способом? Есть проход на чердаке, может быть, можно им воспользоваться. Да, отличная идея, пойдем. А что с Миле? Мы оставим ее? А что вдруг, если вдруг объявится красный человек? Миле не пропадет, она крепкая старушка. Она наверняка будет выколачивать из него душу, пока он не замолит о пощадке. Миле, ты справишься без нас? Не волнуйтесь за меня, маленькая мисс. Я просто спрячусь где-нибудь. А вы там вдвоем поосторожнее. И красный человек оставил после себя гвоздь. Прихвачу-ка я его с собой гвоздик, может пригодиться в куче ситуаций. И вот здесь осталась деревяшка. Теоретически, возьму-ка я ее с собой. Если над ней поработать, с ее помощью можно будет доставать вещи, до которых не так-то просто дотянуться. Я хотела сказать про деревяшку, что он предусмотрительно вставил ее в окно. То есть, наверное, у нас был шанс вернуться, но теперь мы забрали. Забрали ее для своих нужд. И вот здесь у нас есть чердачный люк. Люк, ведущий на чердак. Нет, серьезно сказать больше нечего, он ведет на чердак, так что называется чердачным люком. Так, так, маленький гвоздь. Я не могу это использовать. Конечно, ты не можешь, потому что нам нужна еще одна вещь. Внутри какие-то штуки на цепочках. Мы раскурочиваем часы. Закрыто? Да. Конечно, закрыто. Так, попробуем либо гвоздем, либо ножом. Реально получилось? Ты только что открыла замок старым жавым гвоздем. Это вообще нормально, это же явный косяк сценаристов. Да ладно, перестань бухтеть, ищейка. Конечно, получилось, ведь мой гений не знает границ. Хе-хе-хе. Круковатая штука. Ура, теперь у меня есть круковатая штука. Наверняка она окажется полезной, причем довольно скоро. Старые часы. Угу. Так, часы красивые. И вот там есть маленький крючок. Так, само она держаться не будет. Хрупкий крючок. А клей же у нас был. А клей мы уже использовали на лупу. А скотч, скотч. Ммм, скотч у нас вроде не было. Ну ладно, давайте пробовать. Я не могу это использовать. Слушайте, интересная ситуация. У меня же был какой-то клей где-то. Где-то какой-то скотч или клей. Ммм. А может быть у медведя был? Ну-ка. Обращай внимание на все странные, куколка. Радио. Ну и чем оно странное? Гага или Гугу? Все оказалось куда проще. В общем, вот этот товарищ, который сейчас к нам попой повернулся, как избушка на курьих ножках, дал нам ложный след. Я не досмотрела. Вот клейкая лента. Я возьму эту ленту с собой, смогу приклеить Теда к флагштоку. Вот, а теперь мы закрепляем. Вот, теперь запросы могут быть и повыше. Делаем инструмент. Делаем инструмент. М-м-м. Опа. Как она так достала-то? Ну ладно, будем считать, что она как раз в прыжке. Миле, расты, братцы, кралики ушли через восточный туннель. Сейчас он закрыт. Мы уже неоднократно из разных источников слышали, что комиссар полиции удал приказ об изоляции. Интересно, зачем? Чтобы никого не выпускать, пока не найдет виновного, или чтобы кого-то не впускать? Слишком уж странное совпадение. Все это началось, когда я покинул город, а теперь вдруг не могу вернуться. Я наткнулся на братцев краликов, но, как и предполагалось, они оказались несговорчивыми. Уголовники, им хоть кол на голове тиши. Но кое-какую информацию мне все же удалось вытянуть, а вось пригодится. Они, кстати, нервничали сильнее, чем обычно. В доме мы нашли несколько улик, которые могли бы оказаться полезными в поисках Флинта, но пока мы в тупике. И я лично исследовал все доказательства, но пока не могу увязать все факты воедино. История стара как мир. Сыщику остается всего несколько дней до пенсии, но вдруг на пороге появляется Дева о беде и умоляет ей помочь. Он, вопреки здравому смыслу, решается взяться за это последнее дело, но оно оказывается самым сложным в его жизни. Рано или поздно он ловит пулю, и экран темнеет. Мы чуть было не столкнулись с главным подозреваемым человеком в красном капюшоне. Он изрядно напугал Милли. Кто знает, что могло бы случиться опоздаемое туда хоть немного. Теперь становится практически очевидно, это он виноват в исчезновении Флинта. Нужно было обсудить все варианты, и мы решили вернуться в бумажный город. У меня там есть осведомитель, который может что-то узнать. И сейчас это наша лучшая зацепка. Красный человек, похоже, хочет добраться до Эмбар, и я решил попробовать его выманить. И лучше всего сделать это в городе. Нужно подготовить почву, согласовать действия с полицией и расставить ловушку. А когда мы законим его в угол, я заставлю его говорить, и мы узнаем, что же случилось с Флинтом. Будем надеяться, что еще не слишком поздно. И на этом предлагаю сделать маленькую остановку.